Всем привет! Это снова мы, отеля Ретроцикл, и я Сергей Беляев. Не успел я приехать в краткосрочный отпуск, а как вчера, буквально даже не звал никого. Доходит в мастерскую человек, я, говорит, у вас был год назад? Наверное, был. Хочу, говорит, сделать два Чизета, 472-4. Вот я вчера к нему съездил, забрал один из Чизетов. Ну, достаточно хорошему на состоянии, конечно, тут уже наколхожено, уже там с рулем тут, восьмерки рулю. Ну, так-то, в общем-то, достаточно достойный аппарат. Там восьмерочная уже фара, тут все как бы так уже чуть-чуть наколхожено. Значит, делали мы таких Чизетов, по-моему, всего две штуки. Один там где-то наш продается, где-то на просторах Сибири. Там человек сделал его, там, потом долго, правда, что-то доделал. Мы там наколхозили ему с пультами этими, варили-варили, там не найти их было нам. Ну, так-то он достойный получился, но он там что-то доделал, говорит, и не мое, говорит, начал продавать. Значит, этот Чизет мы будем восстанавливать не совсем в оригинал. Этот мотоцикл, скажем, будет сделан для езды. Ездит он будет по просторам Карелии. Вилку мы здесь будем менять, менять на вилку от 640 Явы. То есть, будет передний дисковый тормоз, ну, и что-то здесь будет с приборкой, понятно, что что-то не то. И фара будет другая. В общем, вот по вилку он будет неоригинальный. Дальше будем сохранить там максимальную оригинальность всех узлов. Поменяем, естественно, глушаки, поставим электронное зажигание в апе. Тут уже кто-то пытался что-то ставить. Во всей институте там какое-нибудь там стоит другое зажигание, потому что крышка расширена, вставка сделана. Ну, понятно, что тут подножки мы меняем, все это дело. Добавим сюда спереди дуги, скорее всего, хотя в оригинале в штате их не было. Здесь дуг. Заказчик говорит, что я уже не той прыти человек. И говорит, сделаем мне дуги, вдруг упаду. Сзади не знаю, может быть, будем делать, может быть, не будем делать. Я пока не понимаю, как сюда сделать эти дуги, как на 472-6. Пока не знаем, но будем думать. Ну, а так все будет в оригинале. Цвет у него будет такой же. Все мы, естественно, по обыкновению перехромируем. Поставим новые обода. Но обода будут, скорее всего, не алюминиевые, а хромовые. Потому что, в общем-то, мотоцикл для езды. Честно говоря, алюминиевые обода, они сразу приходят, в общем, примерно вот в такое состояние. И чтобы оно блестело, его надо постоянно полировать. Это, конечно, сделано для облегчения мотоцикла на заводе ЧЗ. Он вообще-то считался продвинутым, более продвинутым, чем Ява. Он был более легкий. У него были какие-то новаторские решения. Там на 472-6 уже там алюминиевые маятники. Здесь он железный. Но движки у них, в общем-то, не поменялись. Движок это тот же самый фактически. Тут, правда, стоит корпоратор уже от 138-й Ява. Ну, наверное, мы его, может быть, и оставим. Потому что, конечно, посмотрим, как ездить будет. Руль будет чуть-чуть повыше, наверное, с перекладинкой пульты. Я пока еще не знаю, наверное, Явовские поставим. Так что ждите обзор. Делать его будет Витя. У нас Витя уже, наверное, скоро мы приклеим большую сзади нашивку ЧЗ. Потому что он уже у нас только ЧЗ и делает. Поэтому ждите обзоров, как он его будет разбирать. Как он его потом соберет. И как мы потом вам покажем, какой у нас получился мотоцикл ЧЗ для езды. По пересеченной местности по Карелии. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok